МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комплексный обход городской территории провел глава города Денис Семенов в четверг, 13 сентября, вместе со своими заместителями и начальниками отделов городской администрации, коммунальными службами, подрядными организациями, представителем ГОСАДом технадзора. На что обратил внимание глава города и какие замечания прозвучали в адрес тех или иных ответственных служб, расскажем вам в следующем сюжете. Городские дворы, в которых сейчас ведутся работы по комплексному благоустройству, стали первым пунктом комплексного обхода. Сейчас мы наблюдали, как на Краженовской 30, 31, 32 и 29 проводились работы по благоустройству, привезли грунт, отсыпали уже всю прибордюрную часть, вот, и все асфальтовое покрытие, все работы по асфальтовому покрытию, все завершено. Сейчас остается у нас два двора в работе, это Ленина 61, 63 и Ленина 15, на котором активно ведутся работы, в ближайшее время уже приедет асфальтовый плачек, и соответственно тоже уже новые парковки и проезды будут, я думаю, что до середины следующей недели. До конца сентября подрядчикам, как обязательный элемент комплексного благоустройства, необходимо произвести установку детских игровых площадок. Нам необходимо на Краженовской 30 поставить детскую площадку, на Краженовской 3, 4 поставить детскую площадку, и Ленина 61 и 63, ну и некоторые элементы еще на Советской 18. Плюс у нас остается еще две контейнерные площадки построить, это Советская 19, 21, Ленина 61, 63. Я думаю, что в течение ближайшего времени, наверное, в течение месяца мы все эти работы завершим, все везде установим. Но самое главное, что сложный двор Краженовского 30, 32, 31, где в перемешку с дорогами были плиты, арматуры, ямы, уже приобрел новые проезды, новые парковки. И сегодня вот своими глазами увидел, даже немножко так радостно, что такие проблемные вопросы глобальные, которые с 94-95 года дамы постройки, вот уже на сегодняшний день решены. В этот раз глава города особое внимание уделял предложениям и замечаниям самих жителей, которые ревностно следят за ходом работ, чтобы по их завершению отремонтированный двор вызывал только чувство радости, а не разочарования. В рамках соглашения о развитии инфраструктуры дачных товариществ, заключенной между Москвой и областью, в конце лета в Электрогорске начался ремонт дорог к садовым товариществам. Планировалось отремонтировать более 20 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. На работы выделено более 46 миллионов рублей. В настоящее время работы, намеченные на этот год, подходят к завершению. Закончены все асфальты работы, сейчас рабочим ведется укрепление обочин. Хочу сразу заверить, что у нас обочины будут вровень с высотой асфальта, то есть таких перепадов не будет. Сейчас подрядчики активно должны все завершить в ближайшее время. Но самое главное, мы сегодня с вами на автобусе администрации, там, где буквально месяц назад еще было тяжело ехать, проехали на скорости 60 км в час. И покрытие действительно ровное, толщина почти 9 см, где-то больше даже есть. И я думаю, что наши члены СНТ, жители города Москвы, которые здесь проживают на даче, конечно, оценили такой щедрый подарок со стороны правительства Московской области и со стороны мэрии города Москвы. В детском саду номер 41 продолжаются работы по благоустройству фасада, идут облицовочные и штукатурные работы. Пока нет дождей, строители стараются завершить кровельные работы. В пищеблоке появились новые перегородки. Согласно утвержденной планировке, будут отдельно друг от друга холодный, горячий цех, мясной и цех раздачи. Конечно, есть и претензии к подрядчику, это нужно увеличивать количество рабочих. На мой взгляд, их, наверное, как минимум в два раза нужно увеличивать, для того, чтобы мы ускорили все процессы, и чтобы наши темпы, они были как раз до конца года, нашими темпами все было завершено, и объект введен в работу. В строящемся доме по программе переселения из ветхого и аварийного жилья на улице Ленина, 15, завершаются отделочные работы в квартирах. В первом подъезде завершена поклейка обоев и укладка линолеума. Во втором и третьем подъезде ведутся работы по установке межкомнатных дверей. Полностью разведена вся электрика. В течение двух дней будет закончена полностью работа по фасаду. Врезку горячего водоснабжения мы планируем осуществить на выходных, когда можно будет, соответственно, вне работы школ и так далее осуществить отключение горячего водоснабжения. Будем это сегодня согласовывать с местными прогнозами финансового поиска. То есть, работа по благоустройству ведутся полным ходом. Надеемся, что тоже подрядчик нас не подведут. Будут такими же темпами дальше работать. Я думаю, что мы в краще пойдем. Помимо проверки строительных и ремонтных объектов и хода благоустройства дворов, Денис Семенов и обошел территорию города. Во время обхода пришлось делать немало замечаний коммунальщикам и представителям администрации по ненадлежащей уборке городской территории от мусора, окосу травы, уборке смета. Ну и сегодня в процессе обхода обнаружили две свалки, два несанкционированных сброса мусора. Это в районе СНТ подъезд к Звездочке, где сегодня проезжали, посмотрели дорогу. И, конечно, это традиционная площадь Советская за контейнерной площадкой. Там, где идет распитие алкогольных напитков, там горы мусора, то, что мы проводили в субботнике. Вот видим, что за лето там просто творится кошмар. Поэтому снова горожанам, сотрудникам городских предприятий и организаций, школьникам и учителям, общественникам и ветеранам придется брать в руки грабли и мусорные мешки и выходить на общегородские субботники, которые начнутся уже на следующей неделе. К концу следующей недели будем проводить субботники и будем все это наводить порядок, убирать. Надо, чтобы город наш был чистый, к зиме, чтобы никакого мусора не было ни во дворах, ни рядом с торговыми объектами. Тоже просьба подключиться жителей по возможности. Давайте совместно наводить порядок и готовить наш любимый Электрогорск уже к зиме. С 1 сентября вводится новый образовательный стандарт для основной школы. Отныне у ряда школьников в расписании будет значиться не один обязательный иностранный язык, а два. Вопрос. Обязательно ли введение второго иностранного языка в школе и для чего это надо? Ответ смотрите в нашем сюжете. Приказом Миннауки России за номером 1577 от 31 декабря 2015 года внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. И с 1 сентября этого года в Электрогорских школах введена новая предметная область. Иными словами, введение в ГОС основного общего образования предусматривает введение второго иностранного языка. Также на основании уже рекомендаций Министерства образования Московской области с нового учебного года 2018-2019 учебного года мы ввели в наши общеобразовательные организации такую образовательную предметную область, как иностранный язык, второй иностранный язык. Несмотря на то, что решение введения второго обязательного иностранного языка в российской школе было принято давно, все это время новый стандарт вводился поэтапно и носил рекомендательный характер. И только в нынешнем сентябре принес учащимся новый предмет. Министерство образования рекомендовало нам начать эту работу именно с обучающихся восьмых классов. Дело в том, что данный приказ, который я озвучила выше, он предусматривает перечень обязательных предметов, которые должны быть отражены уже в аттестатах обучающихся. И данные формулировки, они как раз-таки присутствуют. Вот мы говорим о том, что перечень обязательных для изучения учебных предметов это русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык и другие предметы. Я не буду сейчас их всех перечислять. Введение нового предмета руководство Минобранауки объясняет тем, что иностранные языки способствуют развитию памяти и интеллекта ребенка. Изучение языка за два года должно быть не менее 70 часов. И вот как раз к концу девятого класса наши ребята пройдут курс этого предмета в полном объеме. И с полным правом, с полным основанием мы можем оставлять оценки в аттестат по второму иностранному языку. У школ есть право самостоятельно выбрать и год обучения, в котором появится новый предмет, и количество часов, отведенных на его обучение. При этом нагрузка на детей сохраняется на уровне федерального стандарта, то есть количество общих учебных часов не увеличивается. Они в аттестате должны обязательно иметь два иностранных языка. Это, допустим, английский язык, французский, немецкий, можно и другие языки. Предусматривается изучение таких языков, как итальянский, испанский, китайский. Но мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы вести китайский язык, должен быть преподаватель, который бы обучал этому детей. На данный момент в школах города помимо традиционного английского языка, в качестве второго иностранного могут предложить изучение французского или немецкого языка. На сегодня такая ситуация. Конечно, мы по итогам уже этого года, в конце учебного года, будем думать о том, каким путем мы пойдем уже в следующем, 19-20 учебном году. Скорее всего, мы подойдем к тому, что второй английский мы постараемся включить уже с пятого класса. Опять все будет зависеть от укомплектованности кадрами, в первую очередь, педагогами, которые бы могли нашим детям преподавать второй иностранный язык. Но мы уже знаем свои цели, уже понимаем, что нам нужно будет работу эту вести в течение всего учебного года, чтобы подойти спокойно к началу нового и иметь необходимые кадры для того, чтобы в таком штатном, спокойном уже режиме ввести, начиная с пятого класса, такую предметную область, как иностранный язык, второй иностранный язык. Было бы странным, если бы новшества в системе образования смогли пройти без лишних эксцессов. Традиционно любые изменения вызывают бурные волны обсуждений и просто разговоров. К сожалению, удовлетворить запросы и требования абсолютно всех заинтересованных лиц не получится никогда. Одни родители решат, что их чат перегружают сложной школьной программой, а другие обвинят, что их детей обделяют, не позволяя им повысить степень конкурентоспособности и образованности. Ребёнка нужно научить языку, и мы понимаем, что одного часа это недостаточно. Как минимум два часа – это в урочное время, и можно дать ещё один час во внеурочное время. Мы говорим «внеурочка». И за этот период не только дать основы второго иностранного языка, но всё-таки чтобы дети наши могли говорить на этом языке и понимать других. Конечно, это вот то, что мы можем сейчас на данном этапе предложить нашим детям и их родителям. И опять-таки разумно подойдя к основной программе, подойдя к базисному учебному плану. 22 сентября на территории всей Московской области состоится ежегодная экологическая акция «Наш лес – посади свое дерево», главная цель которой – озеленение Подмосковья, создание садов и аллей, парков и скверов в городах Московской области, а также экологическое воспитание молодого поколения. В рамках предстоящей акции «Наш лес – посади свое дерево» почти на 1700 участках площадью более 750 гектар посадит порядка полутора миллионов деревьев. Ожидается, что в акции примут участие около 200 тысяч человек. Принять участие в акции могут все жители Электрогорска. Администрация города поддерживает данную акцию и планирует высадить на территории города крупномерные саженцы деревьев и кустарников. Всего запланировано 18 площадок. Из них 12 – это дворовые территории, 3 – территории школ. Стадион имени Классона, улица Горького, новая часть городского бульвара и в районе автовокзала около памятника Роберту Эдуардовичу Классона. В местах проведения посадок будет выдаваться необходимый инвентарь и посадочный материал. Участникам достаточно одеться по погоде и взять с собой резиновые сапоги. Приходите 22 сентября на акцию, посадите свое дерево вместе с нами. Продолжим выпуск. Самые главные новости этой недели – это выборы губернатора Московской области. Согласно результатам голосования за губернатора Московской области, рекордсменами по посещаемости избирателей являются Электрогорск, Рошаль и Котельники. О том, как проходили выборы в Электрогорске – в репортаже наших корреспондентов. Восемь часов утра на всех избирательных участках началось голосование. В Электрогорске работало 15 участков, безопасность которых обеспечивали все службы города. Участки наши избирательно обеспечены в полном объеме в соответствии с теми требованиями и нормами, которые существуют для избирательных участков, особенно в такой особый для нас день – выборов губернатора Московской области. В осенних выборах второй раз в этом году в качестве наблюдателей за общим ходом голосования следили не только представители кандидатов, но и незаинтересованные в подтасовке результатов члены Электрогорской общественной палаты. В связи с тем, что люди уже не в первый раз работают, сейчас это более слаженная работа с четким пониманием, что необходимо выявить, если это будет необходимо, можно ли или нельзя помогать и так далее. То есть вот эти моменты в этих выборах, они как раз уже отрегулированы совершенно до автоматизма. Это очень хорошо, то, что принимают участие все-таки общественные наблюдатели. И я, например, как общественный деятель, считаю, что это наиболее правильно, потому что понятно, что наблюдатели от разнообразных партий, они могут быть аффилированы и, соответственно, могут рассматривать ту или иную ситуацию в свою пользу. Общественный наблюдатель не аффилирован вообще, а это значит, что совершенно 100% мы можем гарантировать правильность прохождения выборов. Жители города с самого утра активно шли на избирательные участки. Многие приходили целыми семьями. Ни один трудовой коллектив городских предприятий не остался в стороне от сегодняшнего выбора. Всем надо голосовать, это совершенный долг наших жителей Московской области, Электрогорска, прийти на выборы и проголосовать, выбрать исполнительный власть области. Это очень важно, очень нужно. Мы дальше так же жили, развивались, процветала наша область, создавали рабочие места. Для этого нужен хороший, сильный вертикал власти. Коллектив ваш проголосовал? Да, очень хорошо проголосовал. У нас там, мы провели большую агитацию, чтобы они проголосовали. Вот сейчас я проголосовал, буду звонить, сообщение отправлять. Старшему, чтобы я проголосовал, ставит его известно. Она даже там передает. Если кто-то там забыл, пишет семейское, пожалуйста, приходите, выполняйте свой гражданский долг. Не осталось в стороне от избирательного процесса и молодежи города. Я решил сделать выбор будущего для своих детей, для нашей страны в целом, для Подмосковья, для развития нашего региона, для улучшения жизни простых людей, для лучшего функционирования разнообразных органов. Я считаю, что это нужно сделать, потому что так мы выбираем. Не за нас выбирают, а мы именно сами должны сделать этот выбор. Кому доверить, так сказать, управление нашим государством, регионом, в какие руки. В 11 часов на свой избирательный участок в Дом культуры пришел глава города Денис Семенов. Он отметил высокую явку избирателей. С утра проехали по всем участкам избирательным, посмотрели, как идет голосование, есть ли какие трудности, проблемы. Хочется отметить высокую активность среди наших жителей. Местами даже где-то и в очереди есть. Это очень радует, что на самом деле день хороший, погода, условия созданы все для того, чтобы мы, жители Электрогорска, могли прийти на выборы, сделать свой выбор, проголосовать. Призываю всех жителей быть неравнодушными, быть активными, прийти, проявить свою гражданскую позицию, сознательность, сделать свой выбор. Я уже с утра позвонил родителям, мы уже тоже собрались. Супруга у меня тоже с ребенком собирается. Важность сегодняшнего выбора для нашего Подмосковья и любимого города понимали все пришедшие на выборы. Выборы губернатора Московской области – это важное событие в жизни нашего любимого города. Выбирая губернатора Московской области, мы выбираем наше дальнейшее развитие всей Московской области, в том числе и нашего городского округа Электрогорск. Поэтому все жители Электрогорска просто должны проявить понимание и проголосовать на данных выборах. Жители города ждут от лидера региона большой и правильной работы, направленной на повышение уровня жизни пенсионеров и незащищенных слоев граждан, создание благоприятных условий жизни, развитие экономики, повышение благосостояния и здоровья, улучшение экологии. Мы сегодня выбираем губернатора Московской области. Провели очень большую работу до этого, чтобы поддержать наших губернаторов. Это делать, наверное, очень легко, очень приятно. Почему? Потому что за пять лет его работы, в частности в нашем городе, сделано очень-очень много. Я назову, наверное, самые знаковые события. Это клуб Ленина, это школа 14, это фок, бассейны, дороги, дворы. Сделано действительно очень много. Детские площадки. Да, детские площадки. Поэтому сразу сойдем на выборы поддержать нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Уже к 12 часам дня явка жителей города на избирательной участке была выше всех муниципалитетов Московской области. На 12 часов по список внесено 17 383 избирателя и проголосовало на 12 00 5600 избирателей, что составляет 32 и 22 процента от общего числа внесенных в список. Все комиссии работают в штатном режиме, замечаний никаких нет. На всех комиссиях присутствуют наблюдатели от кандидатов, от общественной палаты, от политических партий. Ну вот на данный момент в ТИК каких-то жалоб не поступало. Председатели избирательных комиссий обеспечивали правильную и бесперебойную работу избиркомов. Следили за порядком и соблюдением законности, обеспечивали реализацию и защиту избирательных прав граждан. Все участки были оборудованы всем необходимым для того, чтобы комфортно смогли проголосовать люди с ограниченными возможностями здоровья и люди, которые по тем или иным причинам лично не смогли дойти до избирательного пункта. На нашем участке все в штатном режиме, работаем. Несмотря на то, что средства массовой информации предрекали вроде невысокую явку, явка достаточно высокая, люди постоянно идут, думаю, что результат тоже будет хороший. Можно было заранее прикрепиться к любому избирательному участку, удобно в любом месте, можно было это сделать или даже через интернет. Поэтому многие люди, которые решили проголосовать по месту пребывания, это сделали. Прежде всего, стоит отметить, что выборы в Электрогорске прошли без нарушений. Об этом заявляли наблюдатели, работающие на избирательных участках. Двери нашей избирательной комиссии были открыты в 8 утра, народ идет непрерывным потоком, все проходит спокойно, без изменений. Явка избирателей высокая. Замечания к работе комиссии? Нет, нет, все хорошо. Традиционно на всех избирательных участках играла музыка, были организованы буфеты с чаем и даже дежурство терапевтов Электрогорской городской больницы. Большую помощь в проведении выборов оказали юные волонтеры объединения «Капитошка». В случае необходимости ребята рассказывали избирателям, где находится информационный стенд, приглашали на голосование и показывали, куда потом упустить бюллетень и фотографировали всех желающих на фоне инстарамки. Сегодня у нас задействовано больше 30 волонтеров, которые на всех избирательных участках встречают людей, помогают маломобильным гражданам, пожилым людям, всем, кому необходима помощь, также помогают разобраться, на какой участок пойти проголосовать, волонтеры из волонтерского объединения «Капитошка». Обстановка на выборах была очень дружелюбной, и каждому избирателю дарили приятные сюрпризы с символикой выборов. Среди территорий лидеров появки «Электрогорск» вошел в десятку самых активных и неравнодушных муниципалитетов. Вот я сейчас был на двух участках, и мне очень приятно, что все люди улыбаются. Члены участков так встречают избирателей наших, что, конечно, все в городском округе проголосуют. Я надеюсь, до конца дня вы всегда отличались положительным примером, и на сегодняшний момент, наверное, вы лучшие. У нас не в Восточном Подмосковье, а, наверное, вообще в Подмосковье. Я надеюсь, что мы в этот раз сделаем показатели самые-самые лучшие, потому что мы выбираем самого главного человека в Подмосковье на пять лет, нам с ним жить, и вы видите, сколько делается для «Электрогорска». Выборы состоялись. Избран губернатор Московской области. По данным председателя территориальной избирательной комиссии, число электрогорцев, принявших участие в голосовании, составило 70,64%. Большинство голосов избирателей было отдано за Андрея Воробьева. Это 89,08% от общего количества голосов. Губернатор уже поблагодарил избирателей за оказанное доверие. Он отметил, что впереди стоят большие задачи, которые обязательно нужно решить. Далее вашему вниманию специальный репортаж телеканала ТВЛ «Жизнь больницы изнутри». Сколько сделано и что еще предстоит изменить в нашем здравоохранении. На сегодняшний день городская больница осуществляет медицинское обслуживание всего населения «Электрогорска», а это более 22 тысяч человек. На ее территории работают отделения диагностики, хирургии, гинекологии, неврозов, терапии, стоматологии, взрослые и детское поликлиническое отделения. До недавнего времени существовала проблема с кадрами, которая не решалась более 15 лет. Детское и взрослое отделение испытывали дефицит специалистов в первичном звене. Такие показатели свидетельствовали о недостаточной доступности медицинской помощи для населения. Проблем с записью – длинные очереди. В рамках губернаторской программы по привлечению врачей в Московскую область в больнице ведется очень большая работа. Идет постоянный набор врачей и в настоящее время укомплектованность специалистов первичного звена выполнена почти на 100%. У нас привлекаются врачи со всей, скажем так, необъятной родины. Недавно приехала доктор из Амурской области, из города Благовещенска. Молодой специалист, она только что закончила университет. И сейчас у нас вышла на должность врача-терапевта участкового. Кроме того, привлечено еще трое врачей. Скажем так, даже в самые лучшие времена у нас не было такой укомплектованности специалистами, которая сейчас есть в данный момент. Вот, работа продолжается. С 1 октября мы ожидаем приезда еще одного специалиста врача-терапевта участкового. Она же специалист УЗИ. То есть, возможно, у нас еще будет дополнительный, скажем так, специалист по УЗИ. Потому что, ну, бывают времена, когда наблюдается напряженка. Поликлиника работает по участковому принципу. У нас 9 терапевтических участков. На сегодняшний день все участки разукрупнены, приведены в порядок. Количество населения на каждом участке соответствует нормативам. И примерно одинаковое количество жителей на каждом участке. У нас уже в поликлинике на 9 участках работает 7 терапевтов-врачей. Мы ожидаем еще одного врача-терапевта в октябре месяце. То есть, будет 8 врачей-терапевтов. То есть, практически уже укомплектованы. Медицинские сестры есть на каждом участке. У нас все вот 5 участков укомплектованы участковыми врачами-педиатрами. И вот кроме участковых педиатров, сейчас у нас принимают узкие специалисты, детский хирург, детский лор-врач, детского стоматолога приняли. Вот он начал работу. Так что по специалистам у нас полный комплект. Всего мы обслуживаем 4356 детей детского населения города Электрогорска. Совсем недавно к работе приступил новый стоматолог. Стаж 20 лет. Врач-стоматолог детский, высшая категория. Очень люблю свою профессию. Вы знаете, вот честно, очень хорошие дети. Дети изумительные. Вот сегодня, конечно, полость рта запущена. Очень вот с утра сижу, уже несколько осложнений, поскольку детского стоматолога очень долго не было. И разного возраста, и с молочным прикусом, и с сменным прикусом. И даже вот сейчас девочка-подросток с постоянным, с флюсами, с переоститами. Но все контактные. Прежде всего, спасибо местной администрации за заботу о детях, о нашем будущем. Потому что кабинет детской стоматологии оснащен по последнему слову. Соблюдены все нормы САНПИНА. То есть все санитарные, это главная стоматология, требования выполнены. И кабинет оснащен и готов к работе. Администрация города обеспечивает всех вновь прибывших врачей жильем или по желанию предоставляет компенсацию за аренду жилья. Одним из важных моментов в работе больницы является открытие нового здания детской поликлиники, которая долго находилась в аварийном состоянии. Не так давно отделение неврозов переехало в новое отремонтированное здание. Огромная часть работы сделана самими сотрудниками. Теперь здесь просторные палаты и все по-новому. Большая процедурная комната психологической разгрузки. Штат сотрудников составляет 10 человек. Врач-психиатр, врач-нарколог, детский психиатр, обслуживающий персонал. Отделение рассчитано на 15 коек дневного пребывания. Лечение дневного стационара рассчитано на пациентов с наркологическими заболеваниями, алко- и наркозависимых, больных с пограничными состояниями, психоневрологическими заболеваниями. Совсем скоро отделение оснастят новой мебелью и увеличат штат сотрудников. При содействии главы города Дениса Семенова диагностическое отделение больницы было включено во внеплановую программу капитального ремонта. Сейчас началась подготовка. Все отделение будет распределено по территории больницы. Будет маршрутизация обязательно. То есть, где будут находиться кабинеты УЗИ, где будет доскопический кабинет, рентгены. То есть, все это будет определено. И, соответственно, до сведения жителей города будет доведена эта информация, чтобы они могли ориентироваться. Территория городской больницы составляет порядка пяти гектаров. На ней расположено 23 здания, подъездные пути, и все это надо содержать в порядке. В летнее время окашивать траву, спиливать сухие аварийные деревья, собирать опавшие ветви. Зимой убирать снег и расчищать дороги. На территории больницы расположена теплотрасса длиной примерно три километра. Для отопления зданий больницы, плюс подача горячей воды. Тоже требует ухода. Восстановление изоляции теплотрассы, плюс замена задвижек. То есть, объем работы нашей службы очень приличный. Рабочий день мы начинаем в 6 утра и заканчиваем уже поздним вечером, когда уходит весь постсал, то есть, где-то около 8 часов вечера. Ну, судя по тому, как ухожен на территории больницы, мы со своими обязанностями справляемся достойно. Совсем скоро приступят к строительству новой теплой колясочной возле здания детской поликлиники. А из той, которая располагается у отделения неврозов, сделают велопарковку. С 1 сентября заработные платы врачей и среднего медицинского персонала была увеличена на 15%. Многие организационные вопросы решены и продолжают решаться. Это связано с финансовыми проблемами больницы, которые накапливались многие годы – лекарственным обеспечением, приобретением нового оборудования. Удалось увеличить доход от платных услуг за счет увеличения дополнительных медицинских услуг для пациентов и городских организаций. С целью привлечения и закрепления молодых специалистов в больнице был создан Совет молодых специалистов, на котором разбираются различные организационные вопросы с целью повышения их профессионального уровня. Активная позиция в целом помогла нам несколько недель назад сделать кардинальный рывок на 5 пунктов и вошли в пятерку лучших по Московской области, кто сделал динамику по показателям поликлиническим, стационарным, а также различным организационным. Продолжается работа с обращениями граждан, каждый случай разбирается индивидуально, стараемся улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи, а также проводим постоянную работу с медицинским персоналом для снижения уровня жалоб. Всех этих результатов невозможно было достигнуть без особого внимания губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, а также министра здравоохранения Московской области Маркова Сергеевича и начальника территориального управления Герцова Константина Борисовича. Благодаря активной позиции нашего главы городского округа Электрогорска Дениса Олеговича Семенова удалось добиться всех этих результатов, так как он уделяет огромное внимание здравоохранению города. Коллектив больницы старается принимать активное участие в общественной жизни, различных мероприятиях, соревнованиях, туристических слетах, причем не только в городе, но и в более широких масштабах. Всегда стараемся активно участвовать, и наиболее, конечно, направленность команды, именно творческая деятельность, там, где надо более интеллектуально подходить к каким-то вопросам. И коллективу это нравится, привлекаются. Не только даже самостоятельно сотрудники учреждений, но и члены семьи с удовольствием вместе с нами участвуют. Это и мужья, и жены, соответственно, и дети. Всегда все очень проходит дружно, и всем это, как говорится, в радости. Записаться на прием к врачу можно несколькими способами. Через сайт государственных и муниципальных услуг, через единый номер 8 800 550 50 30. Для записи назвать номер страхового полиса и дату рождения. Через инфомат, который расположен в здании поликлиники. С графиком приема специалистов вы можете ознакомиться на сайте. Всю интересующую информацию вы можете узнать у администраторов на ресепшн. У нас сейчас, могу напомнить, проводится, продолжается проведение диспансеризации. Это государственная программа ежегодная. Мы всех приглашаем прийти к нам, позаботиться о своем здоровье, сдать анализы, ответить на вопросы анкеты. Это очень важно, потому что профилактика заболевания – это залог нашего здоровья. В связи с наступлением осени и приближением сезонных заболеваний, в больнице начинается вакцинация против гриппа. В этом году, по сравнению с остальными годами, вакцинация у нас начнется буквально на следующей неделе, так как 5-6 сентября вакцина против гриппа, первая партия, поступит к нам в Электрогорск. И мы начнем активно прививать вас от гриппа, чтобы вы не заболели. Дополнительно прививочки делаются детям в детской поликлинике, в новом здании, которое вы уже видели и знаете, наверное, вы к ним привыкли. А взрослому контингенту будут делать во взрослой поликлинике. Когда мы ее вводим, наш организм вырабатывает иммунитет, который будет нас защищать. Я вот просто могу сказать, что одна прививка против гриппа стоит полторы тысячи, а мы вам делаем бесплатно. В Москве уже начали делать 20 августа эти прививки, уже сделали более 25 тысяч. Прививки можно сделать в период с 8 часов до 15.00 во взрослом отделении и с 9 утра до 15.30 в детском. Нельзя не заметить прогресс в работе нашего медицинского учреждения. Приток кадров, оснащение современным оборудованием – все это дает возможность как можно тщательнее следить за своим здоровьем жителям Электрогорска. Помните, наше здоровье в наших руках! 12 сентября представители Госадомтехнадзора провели объезд территории Электрогорска. В этот раз особое внимание инспекторов было направлено на содержание и обслуживание детских игровых площадок. Безопасны ли детские игровые зоны отдыха для юных электрогорцев – смотрите в материале коллег. Сегодня проводится проверка состояния детских игровых элементов. В принципе, это постоянно, еженедельно проверяются, проводятся эти рейды. Мы находимся по адресу город Электрогорск, улица Крыжановского, дом 1. На детской площадке выявлен ряд административных правонарушений. В частности, в песочнице сломано, борта торчат гвозди. На детской качельке с мягким подвесом выявлено отсутствие защитного кожуха, что является тоже административным правонарушением. Проверки безопасности игрового оборудования на детских площадках в Московской области проводятся регулярно. Ведь неисправное состояние игровых элементов, размещенных на детских площадках, может привести к причине вреда здоровью различной тяжести детям. Смотрите, срезать срезали, а подсыпать, либо это надо подсыпать, чтобы это не выступало, а либо это надо вытащить. А, это приварено, да? Да, урна приварена. Значит, отсыпайте все, чтобы пониже, правильно, и засыпайте, чтобы никто у нас не пострадал. Дети пальцы засунули, сломать, не дай бог, конечно. За выявленные административные правонарушения компании, ответственные за содержание игровых элементов в исправности, привлекаются к административной ответственности и в обязательном порядке обязаны устранить все выявленные недостатки. Давали предписание, вы же устраняли. Единственное, я смотрю, не доделали. Вот видите, вот выступающие элементы. Лавок? Да, причем я же говорила Сергею Владимировичу. Отсыпать же можем мы ее? Конечно, вам как бы и говорилось. Ну, вы углубить-то не углубить. Мы удалили здесь столбик. И вот опять уборка, вот не видно, что производится уборка. На детской площадке во дворах домов 11 и 11 на улице Кржановского также выявлен ряд замечаний по состоянию игровых элементов детской зоны отдыха, которые могут привести к травме детей. Торчащие из земли обрезки труб, изломанная карусель, песочница, выступающие из земли бетонные основания спортивных конструкций. Все замечания инспекторов технического надзора должны быть устранены в самые кратчайшие сроки. В выставочном зале Дома культуры открылась персональная экспозиция жительницы нашего города, художницы Светланы Шороховой под названием «Дружба народов». Графические работы и портреты, представленные на выставке, придутся по душе как любителям классической живопси, так и наивного искусства. Съемочная группа ТВЛ побывала на открытии выставки. Персональная выставка графических работ члена Союза художников России Светланы Шороховой под названием «Дружба народов» не оставит равнодушным ни одного человека, оказавшегося среди неповторимых портретов необычной художницы. Когда собрала эти национальности, на основании портретов меня приняли в университет искусств. Наставка моей живописи и графика. А вообще я и жилья конструктор, вышестоянитель. Я все бросила искусство, занималась творчеством. Своё призвание «Мастер кисти» Светлана Борисовна достигла уже в зрелом возрасте. Её картины поражают своей уникальной техникой исполнения, своеобразностью и характером изображённых на них портретов людей, не похожих по национальности, настроению и сюжету. Познакомьтесь, Светлана Борисовна Шворохова перед вами со своей персональной выставкой, которая не бегает в её биографии. Если вы обратили внимание, при входе, вот там такой плакат, я вам напомню его, что она выставлялась как член Союза художников на третьей всероссийской выставке в Новом Манеже в Ленинграде. В институте Патриса Лумутны два с половиной месяца, 250 её работ демонстрировались для студентов этого института. И вот если вы потом найдёте время и посмотрите книгу «Отзывы» Светланы Борисовны, найдёте там такие отзывы, которые вас немножко даже удивят. Это отзывы и из Балкадеш, из Мадагаскара, из Египта, из многих-многих стран, из Китая, из Японии и так далее. В искренности, доброте и наивности картин художницы заключена их неотразимая притягательность. Всю жизнь своим творчеством Светлана Борисовна старалась открыть для всех чудесный, добрый мир людей, встречающихся на её жизненном пути. Вот смотрите ещё портреты вот там, на той стороне. Она любую интересную личность, которую видела в своей биографии, она старалась запомнить и положить на холст или на бумагу. Это графика, конечно. Причём минутная графика. Некоторые портреты создавались буквально в течение нескольких минут. Это говорит о большом мастерстве её творца. Первые посетители выставки смогли не только познакомиться с творчеством художницы, но и пообщаться с ней лично и узнать историю её длинной и интересной жизни. Более сейчас её творчество зиждется исключительно на волевом характере её. Она, эта женщина с нелёгкой судьбой, она пережила три пожара. И вот то, что вы видите вот сейчас, это сохранилось после пожара. И не удивляйтесь, когда некоторые вот портреты вырезаны буквально и наклеены на картон, потому что они были обнаревшими. Много труда, Светлана Борисовна, приложила для того, чтобы и сохранить, и показать, в конце концов, в нашем городе, в котором она сейчас живёт. Уцелевшие и представленные на выставке портреты разных народов мира красочны и ритмичны, орнаментальны и торжественны, занимательны и характерны. Всматриваясь в них, нахлынувают мысли о масштабах нашей планеты, о дружбе, мире и любви. Телеканал ТВЛ совместно с детскими журналами «Непоседы» и «Классный журнал» объявляет новый фотоконкурс «Школа с Непоседы» на тему Дня знаний, учёбы и первого звонка. Мы ждём от вас фотографии с рассказами об истории снимка, интересной истории, остающейся за кадром, и смешные уловки, которые использовал фотограф или модели для создания красивого снимка. Размещайте их в конкурсном альбоме группы ТВЛ ВКонтакте или выкладывайте им инстаграм с хэштегом «Школа с Непоседой». Все подробности в нашей группе. А теперь прервёмся на рекламу. Не переключайтесь. Здравствуйте! Я Светлана, парикмахер-стилист салона «Бэль». Я бережно отношусь к вашим волосам, поэтому использую качественные и стойкие красители. Я делаю современные стрижки, которые не требуют долгой укладки. Вы приходите ко мне с идеей. Мы вместе подбираем для вас образ. Я воплощаю его в жизнь. Здравствуйте, милые дамы! Приветствую вас в салоне красоты «Бэль». Я Константинова Анна, мастер ногтевого сервиса. Предлагаю вам услуги по маникюру, педикюру, а также наращиванию дизайна ногтей. Посещая наш салон, вы можете изменить и сделать более выразительным и красивым свой взгляд с помощью услуги «Наращивание ресниц». Добрый день, милые дамы! Меня зовут Кабанова Евгения. Я косметолог салона красоты «Бэль». В нашем салоне мы предлагаем вам услуги, направленные на поддержание вашей молодости и красоты. Это такие процедуры, которые каждая женщина должна позволить себе хотя бы раз в неделю. Это уход за лицом, чистки лица, массаж лица. Также мы предлагаем вам окрашивание бровей и ресниц, перманентный макияж бровей, губ. Такие процедуры помогут вам сэкономить время. Также мы предоставляем услуги по эпиляции, воском, шугаринг и многое-многое другое. Приходите к нам, вам у нас понравится! Акция от YotaBit. При переходе от другого провайдера мы сохраним ваш баланс. При первом подключении роутер в подарок. Подробности акции на сайте, по телефону или в офисе по адресу улицы Ухтомского, дом 9. Дорогие зрители, у нас премьера! Мы приезжаем к вам с народной комедией «Соседи». Спектакль добрый, веселый, смешной, о любви, о счастье. Приходите! Ждем вас! Ура! 21 октября в Доме культуры Электрогорска народная комедия «Соседи» или «Хачуны Сейшелы». В ролях Сергей Баталов, Марина Яковлева, Наталья Бочкарева, Константин Чапурин, Василий Мищенко. Герои спектакля, жители российской глубинки и добрые соседи и соперники, живущие рядом. Все у всех на виду. Вся история нашего спектакля разворачивается вокруг деревенского изобретателя Диогена, который вынашивает планы своих дивных проектов и волей случая получает возможность воплотить их в жизнь. И вот появляется единственная в мире ППМ. А что это? Вы узнаете, посмотрев спектакль. На презентации была вся деревня. Вот шуму-то было. Спектакль добрый, смешной, трогательный, как фильм «Любовь и голуби» и сериал «Сваты». Этот спектакль про нас с вами. Продолжительность спектакля 2 часа с одним антрактом. Категория 16+. А мы продолжаем обзор городских новостей и далее вашему вниманию рубрика «Спортобзор». 9 сентября. Ногинск. Стадион «Старт». Заключительные матчи группового этапа межрегионального турнира по футболу Лига будущих чемпионов. 32 команды юных футболистов собрались на поле, чтобы побороться за первое место. Команды были представлены из Белгорода, из других городов, из Твери. Как раз таки наш соперник. Участвовали топовые академии, такие как «Локомотив», «Спартак» и «ЦСК». Поэтому для наших ребят это было первым таким серьезным испытанием в столь серьезных турнирах. Вышла играть на поле электрогорская футбольная команда чемпионика. И не просто вышла. По итогам межрегионального турнира из 32 команд чемпионика «Электрогорск» заняла 15 место, оставив позади себя московский «Локомотив» и вышла из группы в плей-офф. Первый день турнира выиграли все три поединка, с которыми встречались. И второй день уже команды были значительно сильнее. Те команды, с которыми нам пока конкурировать очень сложно. Первый матч у нас был с командой «ЦСК». Мы уступили. И на два оставшихся матча уже не хватило сил. К сожалению. Поэтому заняли мы все равно итоговое 15 место. Оказались в серединке. Поэтому я считаю, для первого выступления это было очень достойно. Во время игр ребята показали не только свое мастерство и спортивный характер, но и настоящую мужскую выдержку и стремление к победе. Очень хорошо играли. По сравнению с тем годом, в том году тоже был небольшой чемпионат, Павел Пасадь проходил. Ну, играли, мягко сказать, не очень. Конечно, проиграли там из четырех игр, по-моему, четыре игры были. Все четыре проиграли. На этом чемпионате, конечно, себя показали очень хорошо. Первые три игры, с большим счетом все три победы. Самая сложная игра у нашей команды была с московским клубом «ЦСК». Ну, если считаю, что там команды были честны на сильный уровень выше нас, то это очень хорошее место. Получается, мы вышли первыми из группы с тремя победами, и в итоге заняли 15-е место. Трудно было? Ну, очень, потому что мы играли с такими командами, как «ЦСКА» из Москвы, с «Витязем». Там было очень трудно. А вот ты что-нибудь для себя из этого чемпионата вынес, посмотрел, как другие ребята играют, чему-то, может, научился? Да, потому что надо больше контролировать мяч, чтобы у нас его не отобрали. Еще нужно больше бить. И самое главное, нужно играть командой, а не по одному человеку. Вышли из группы, попали сразу в «ЦСКА» Москва. Соответственно, первые пять минут все-таки боролись, а потом уже задались, конечно, и по силе. Ну, видно, что команда… Ну, и громкое название команды тоже в свое дело стало. Да, да, да. Потому что внушило в детей неуверенность. Это же «ЦСКА». Как я разговаривала со своим сыном, вот. «ЦСКА, мам, ну, ЦСКА». Говорю, ну что, это просто название, не бойтесь. Но все равно название сыграло свою штуку. «ЦСКА». Ну, и ребята, конечно, там сильнее. Школа… Ну, то, чтобы школа, да. Ребята просто на уровень повыше. Я думаю, если мы еще год потренируемся, в следующем году, я думаю, уже на уровне будем играть с ними. Основа уникального подхода в футбольной академии чемпионика – вовлечение детей в серьезный спорт через игру. Такой подход позволяет не только удержать внимание малышей в течение всей тренировки, но и формирует самое яркое и положительное отношение к спорту. Даже тренера, они проходят еще там дополнительно, и именно касаемо дошкольников, переквалификацию, если можно ее так назвать, касаемо каждого ребенка. Может у кого-то там игра пойти, не пойти. И если это сказывается на команде, то, конечно же, здесь уже свои рычаги включаются. Но, опять же, это все в таком пока, в их возрасте, все гуманным способом. Ну и, в принципе, на самом деле, вот сколько мы уже провели вместе в команде, здесь больше даже не тренер, наверное, а коллектив весь влияет. То есть, почему еще и футбол, да, почему игровой вид спорта, потому что здесь сразу там раздевалки, там даже чуть старше возраста, тебе объяснят, что ты сделал не так, и ты уже потом домой, когда придешь, вспомнишь, да, слушайте, вот подвел там команду, или наоборот, что ты сделал хорошее. Это отразится как бы на тебе, работа над ошибками, футбол он учит ей заниматься. И поэтому на первых шагах будущим чемпионам важна не столько победа, сколько участие в чемпионатах различного уровня и приобретаемый на них опыт. Наша задача, в первую очередь, чтобы это пока на этом этапе подготовки, это не занять турнирное место, а это привлечь ребят к систематическим занятиям спортом, влюбить их в футбол, ну вот, заразить этим делом, и чтобы в дальнейшем, в дальнейшем ребята, значит, вели активный образ жизни, ну вот, и также, значит, напомню, систематически занимались футболом. Проверку на профпригодность в таких соревнованиях проходят и тренеры. Результат их команды – это и результат их труда, вложенных сил и мастерства. Ну, это всегда, это общение с коллегами по работе, это внимание обращали на многие аспекты и разминку смотрели у других команд, и общались, значит, со своими коллегами, перенимали опыт, вот, сами что-то, как бы, демонстрировали для других команд. Ну вот, польза, конечно, польза и посмотреть, правильно ли мы двигаемся в нужном направлении, это посмотреть, на что способны наши ребята, чему больше уделить внимание. Поэтому, конечно, такие турниры позволяют получить некую картину, насколько, как бы, где наше место, где мы находимся на детском уровне среди, как бы, больших команд. Ну, а мы будем следить за достижениями юных футболистов. Учащиеся электрогорской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в областной специальной спартакиаде, которая прошла в среду 12 сентября в городе Щелково. В ней приняли участие более 140 спортсменов из 17 муниципалитетов. Соревнования проходили в четырех возрастных категориях. Спортсмены боролись за право стать сильнейшими в беге на 100 и 400 метров, прыжках в длину, толкании ядра и эстафете. Электрогорские атлеты на соревнованиях показали высокие результаты. Ирина Литовченко завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров. Данил Кочетков и Биби Майран Исанбаев взял бронзу в толкании ядра, а Сергей Демин завоевал золото. В беге на 400 метров золото получил Никита Рашкович. В командной эстафете на 400 метров ребята завоевали бронзу. По итогам игр среди ребят старшей группы первое место заняла команда спортивной школы «Тигры». А вот почетное второе место забрали наши электрогорские футболисты. Бронза досталась команде из больших дворов. Воспитанники отделения футбола спортивной школы «Вымпел» взяли второе место из шести команд. Участвовали они в первенстве среди юношей 2002-2003 года рождения. Но ребята из спортивной школы были, как правило, на год младше участвующих команд. То есть по большому счету я думаю, что им будет куда еще расти в следующем году. Неплохо себя показали на первенстве и юные футболисты, принимавшие участие в играх младшей возрастной группы. Мы участвовали в первенстве полупосадского района среди детей 2006-2007 годов рождения. Тоже там было порядка пяти команд. Мы заняли пятое место. То есть у нас участвовали там ребята 2008-2009 годов рождения. И по большому счету в этом именно возрасте в возрасте 10 лет, 12-10 лет каждый год имеет очень большое значение. Но ребята себя очень хорошо показали, зарекомендовали. И я думаю, в следующем году они, несомненно, выступят еще лучше. Четыре месяца ребят тренирует заслуженный мастер спорта олимпийский чемпион Алексей Чесмин. Занятия проходят по настоящей олимпийской системе. И возможно наш город пополнится еще не одним знаменитым футболистом. За такой короткий промежуток времени мы смогли добиться результата второго места на первенстве полупосадского района. Но я могу сказать то, что будем и дальше стремиться к более высоким результатам в том числе и на областном уровне. вы планируете подавать заявки на областные какие-то соревнования? Сейчас этот момент решается и я надеюсь, что в следующем году впервые, наверное, за 15, а то и 20 лет наше отделение футбола выступит на первенстве области, а не на первенстве полупосадского района. Юных фанатов футбола уже не первый год объединяет этот особый турнир за звание лучшей дворовой команды и лучшего игрока. В этом году в первенстве сразились сразу 16 команд из Павловского посада и две из Электрогорска. Хотел бы отметить всех ребят без исключения, потому что это одна команда и каждый из игроков, будь то он игроком основного состава или игроком ротации, или же более, скажем так, глубокого запаса. Я хочу отменить из всех без исключения, потому что это одна команда и каждый из них прогрессирует и в конкуренции исключительно рождается результат. И особо радует то, что наши футболисты на этом первенстве показали высокий уровень игры, даже несмотря на то, что соперники были намного опытнее и старше по возрасту. Какая самая трудная игра для команды была в этом сезоне? Я думаю, что игра с тиграми была, потому что они даже сильнее нас и опытнее по мне. Как прошла встреча тогда? Встреча прошла нормально, у нас были шансы, но во втором тайме мы запереживали и проиграли моменты на своих ошибках. Ну, научились чему-нибудь? Да, конечно, получили опыт от игры. Вообще, вот как прошел этот сезон? Как ты считаешь, вы достойно выступили? Могли лучше или все-таки пока вам хватит второго места? Как по мне, мы могли выступить лучше, но мы пока еще новой командой и не понимаем, когда как. Поклонников дворового футбола у нас в городе немало. Занимаясь футболом, мальчишки получают шанс повторить успех своих кумиров. У меня есть кумир Прагимович. Мне нравится то, что он играет более уверенней, у него хорошая техника, сильный удар, хорошо думает головой, понимает, куда надо делать пас. Футболист должен думать головой? Да, постоянно. А когда? Тут бегаешь? Надо понимать, куда будешь отдавать пас, где будет твой соперник, где партнер, думать, куда он будет двигаться. Вот у вас сейчас в перспективе выступления на области. Как вы думаете, есть шансы выйти в десятку сильнейших? Шансы есть, только надо нам более играть сплоченнее, увереннее, техника, чтобы была у нас на высшем уровне и не бояться. Первенство завершилось, но игры и тренировки не прекращаются. Впереди у юных футболистов еще немало игр с достойными соперниками и заслуженных побед. В следующие выходные я договорился с Ликино-Дулеву, то, что их юноши приедут и мы сыграем здесь товарищеский матч по футболу. А вот вы выезжали всегда на игры, труднее играть на чужом поле? Я могу сказать, здесь нет никакой разницы. В любом случае нужно быть просто изначально сильнее соперника, чтобы потом не пенять на судей, на плохую погоду или же на кочке, на поле. Сейчас в спортивную школу в Эмпел ведется прием мальчишек и девчонок на отделении футбола, баскетбола, хоккея, ЛФК. С ребятами на секциях занимаются профессионалы своего дела. Для того, чтобы записать своего ребенка в спортивную школу, звоните по телефону 3-29-75. Тренировки отделения спортивной школы в Эмпел проводятся у нас на обновленном стадионе 3-4 раза в неделю. У младших это 2 занятия в неделю. Я могу сказать, что поле шикарное, то есть по большому счету для тренировочного процесса в плане футбола созданы очень хорошие условия. Футбольный летний сезон завершился, итоги подведены, но останавливаться на достигнутом никто не собирается. 15 сентября во всех подмосковных центрах «Мои документы» пройдет мероприятие по оценке профессиональных знаний сотрудников. С 8 утра до 15 часов дня МФЦ работать не будут. Приемы выдачи документов будет проводиться с 15 до 20.00. Планируйте время посещения центров «Мои документы» заранее. Книжная тематическая выставка, посвященная юбилею Льва Николаевича Толстого, открылась в городской библиотеке. Посетители выставки смогут увидеть уникальное издание полного собрания сочинений Льва Толстого и узнать что-то новое о великом писателе. Не упустите такой шанс. 9 сентября 1828 года родился знаменитый русский писатель. Писатель мировой величины. Зеркало русской революции, как говорили о нем литературные критики. Это Лев Николаевич Толстой. Поэтому в нашей библиотеке с 3 сентября весь месяц будет действовать расширенная выставка, посвященная жизни и творчеству этого знаменитого писателя. Лев Николаевич Толстой великий русский писатель, граф, автор романа «Война и мир» и Анна Каренина. Вот и вся информация, которую, наверное, большинство из нас может сказать о писателе еще при жизни признанным главой русской литературы. Лев Николаевич Толстой это писатель, чьи произведения мы читаем буквально с самой начальной школы. Самое первое произведение, которое написал Лев Толстой, называлось «Кремль». Написано оно было еще в детские годы им под впечатлением от поездки в Москву. Ну а первое произведение, которое принесло ему литературный успех, это «Повесть детства». Потом будут «Метель», «Два гусара», «После бала», «Казаки», «Севастопольские рассказы», «Филиппок», «Книги для детей» и так далее, и так далее. Но самые известные свои масштабные романы эпопеи он напишет уже будучи в зрелом возрасте. Считается, что именно супруга Льва Николаевича Толстого Софья Андреевна Толстая создала все условия, чтобы свет увидела знаменитый роман эпопеи «Война и мир», роман о светской жизни 19 века Анна Каренина и знаменитый роман Толстого «Воскресенье». На выставке читатели могут познакомиться с биографией Льва Николаевича, основными вехами творчества, перелистать страницы его известных произведений, окунувшись в атмосферу 19 века. Наша книжная выставка включает в себя не только произведения Льва Николаевича Толстого, но и книги, посвященные его жизни и биографии. Особое внимание читателей хочу обратить на дневники его старшей дочери Александры Сухотиной Толстой. Наша библиотека может похвастаться раритетными изданиями произведений Льва Николаевича Толстого. Это два тома из четырех знаменитого романа-эпопеи «Войны и мир». Эти тома были изданы в 1913 году издательством знаменитого книготорговца Сытина. Они считаются сейчас книжными памятниками Подмосковья. А сотрудники библиотеки поделятся интересными и малоизвестными фактами о литературных героях автора, о судьбе его произведений. Роман Анна Каренина тоже весьма знаменит во всем мире. Его экранизировали более 30 раз и самая первая экранизация датируется 1910 годом. Этот черно-белый немой фильм сняли в Германии. Интересный факт о романе. Все знают, что главная героиня романа Анна Каренина покончила с собой, бросившись под поезд на станции Обираловка, которая сейчас носит название станция железнодорожная Московской железной дороги. Всю долгую жизнь писатель прожил в атмосфере нравственных изысканий, добра, справедливости, а все его творчество, его длинная и плодотворная жизнь это неуемный поиск идеала совершенного человека. Лев Николаевич Толстой сыграл огромную роль в мировой литературе. Его четырежды номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Впоследствии он отказался от дальнейшего номинирования. Его религиозные взгляды стали основой нового религиозного течения под названием толстовство. А его педагогическая деятельность стала ярчайшим новшеством в то время. Яснополянская школа, организованная Львом Николаевичем Толстым, стала педагогическим примером тогда, еще до отмены крепостничества в России. Лев Толстой был непростым человеком, как и все гении. Однако, он оставил для нас великое наследие русской литературы, свои бессмертные и знаменитые произведения, которые обязательно должны нас заставить задуматься о ценности жизни и значимости каждого нашего поступка. Любителей произведений Льва Николаевича Толстого, всех, кто интересуется его жизнью и биографией, приглашаем к нам в библиотеку на нашу сентябрьскую книжную выставку «Толстой велик и тайна в этом». Приходите, будем ждать. Далее эфир продолжит сводка ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях и профилактических рейдах. С 3 по 10 сентября на территории обслуживания ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Павла Посадский произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Из них 4 ДТП с материальным ущербом в Электрогорске. С 18 по 24 сентября на территории Электрогорска будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия, опасный груз и ребенок в автомобиле. С 10 по 16 сентября мероприятие Пешеход. 15, 22 и 29 сентября будет проводиться оперативно-профилактический рейд Нетрезвый водитель. Цель данного мероприятия пресечения управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Отдел ГИБДД предупреждает пешеходов о соблюдении предельной осторожности при переходе проезжей части дороги и необходимости наличия светоотражающих элементов на одежде, особенно в темное время суток. Пятница в регионе ожидается до 24 градусов тепла и пасмурно. Ночью температура воздуха составит 14-17 градусов. Ветер слабый, юго-западный. В субботу, 15 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность, ночью плюс 16-18, днем плюс 24-26. Ветер слабый. В воскресенье, 16 сентября, похолодает. Ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможно гроза, ночью плюс 17-19, днем плюс 19-21. Ветер северо-западный, умеренный. На этом все новости на сегодня. Далее на ТВЛ рубрика «Путеводитель» с Лизой Киеницыной и Катей Демидовой. Они расскажут о местах, которые вы точно захотите посетить в эти выходные. А я прощаюсь с вами, желая отличных выходных и солнечного настроения. В студии была Ольга Костина. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова